Агропромышленный комплекс традиционно является основополагающей отраслью в структуре экономики Республики Адыгея. Одним из основных направлений сельского хозяйства в республике является животноводство. В Кашхабльском районе популярностью пользуются овцеводство. На протяжении пяти лет Ипека Бардок-Зехов занимается этим видом деятельности. Предпочтение он отдал разведению романовской породы овец. Это выгодное дело, потому что эти животные плодовиты и очень выносливы. Их часто используют для улучшения показателей продуктивности других пород. О том, с чего все начиналось, нашей съемочной группе рассказал Тимур Зехов. Ну, овцеводство нельзя сказать конкретно, да, привито. Наверное, с детства какая-то любовь к животноводству прививал им нам, наверное, дедушка. Дедушка привил, и именно он первый завозил таких пород овец, именно непосредственно романовской породы. И с детства как-то мы видели, как они растут, как они плодятся, нам было это интересно. И, наверное, как-то в душе осталось. Как давно вы занимаетесь животноводством? Ну, животноводством мы занимаемся примерно пять лет. Это первые наши овечки. Когда я их завез, начинал папа непосредственно. Он нам поднимал поголовье. Ввиду того, что порода была на сегодняшний день редкая в Краснодарском крае и в Адыгее, мы их привозили почти 250-300 километров. Привезли мы девять ярочек. С них начали и в течение пяти лет уже занимаемся ими. А какие у вас сейчас на сегодняшний день породы? Порода у нас романовская. Непосредственно я поднимаю романовскую породу. Ну, присутствует в породе простяки, наверное, если можно так их назвать. Просто овечки, которые кроются курдючными. Непосредственно романовскую породу, линию, мы ведем и покрываются, и ведутся маточные поголовья именно романовской породы. Простяки просто появились как-то неожиданно моего младшего брата. Всего поголовья, ну, где-то на сегодняшний день голов 250 будет общее. Романовских где-то будет, ну, да, 150 где-то вот так. Направление у вас какое? Мясное или как? Да, скорее всего мясо. Ну, мы пытались найти, куда шерсть сдавать. Сейчас очень сложно с этим. Есть какие-то объявления, мы пытаемся это все найти, пытаемся выйти какие-то контакты, но, к сожалению, цена мизерная. И они приезжают, забирают, ну, 5 рублей на сегодняшний день. Хочется больше, конечно. Ну, не рентабельно заниматься сейчас. С реализацией как у вас обстоятельства? С реализацией все хорошо. Люди берут и на рынки выходим, забирают. Пока на сегодняшний день не такой большой объем, я так думаю. И будем расти, будем выходить на серьезных потребителей. Посмотрим, дальше видно будет. Хочется поделиться с вами одной из интересных характеристик этой породы. Ягнята романовской породы рождаются с черной шерстью. Со временем она светлеет. В возрасте 3,5-5 месяцев цвет шерстного покрова полностью меняется. Содержанию и корму овец хозяева фермы уделяют особое внимание. С кормом, ну, в этом году нам легче стало. Почему? Потому что мы начали обрабатывать земли. Где-то в этом меньше года, в прошлом году у меня появилось около 10 гектар. Это я оставил под сено. Там люцерка, мы и обрабатываем, и удобряем. Я надеюсь, в этом году будет легче. И около 7,5 гектар боевых у нас. Корма на зиму. Надеюсь, у нас будет все хорошо. Есть какая-то техника? Техника, да, конечно. Нам, мы в 2014 году, нам правительство помогало, ну, по программе сельскохозяйственной. Я не помню, начинающий фермер, кажется, называется программа. Мы брали грант. У нас есть свой трактор, у нас есть куны. И потихонечку обвесы сами уже покупаем. Очень хорошо помогает. Свои зернодробилки. Это было в плане, и мы закупили. И на сегодняшний день мы ими работаем. Очень серьезно помогает. Конечно, хочется еще большего. Еще, еще хотим. Не от жадности, а потому что это помогает нам. Нам облегчает это и работу, и время нам экономит это все. Сколько у вас всего людей работает? На сегодняшний день на ферме у нас работают три человека. Два скотника и мне помогает мой родной брат. Смотря и слушая то, как Тимур Зехов рассказывает об их семейном детище, можно с уверенностью сказать, что они занимаются любимым делом и знают, чего хотят добиться в будущем. Планы ваши на будущее? Планы? Ну, надеемся, что выйдем на какой-нибудь серьезный уровень, где у нас будет около, ну, хотя бы 200-250 маток. Я надеюсь, если у нас так получится, и будет хорошо. Посмотрим. Мы только пробуем, смотрим и экспериментируем. А какой совет можете дать начинающим фермерам? Ребятам, особенно молодым, не бездельничать, работать, работать и работать. Все будет, если идти вперед. И найдутся те, кто будут помогать, и найдутся те, кто будут соупереживать в этом моменте. Традиционный вопрос, не жалеете ли вы о том, что начали заниматься этим видом делом? Нет, ни в коем случае. Я, наверное, по душе сам такой, который, скорее всего, я хобби сделал, работаю. И поэтому, да, это мне нравится. И у меня братья очень многие этим занимаются, овцеводство. Я думаю, оно будет приносить плоды и серьезные, где меня будет и душевно, и морально успокаивать это все. Пожелаем и Пайзехову дальнейшего развития. Натусик Чмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.